Всем привет! Я Вика Виноградова. Это канал Рецепты для Лентяев. Я к вам с подборкой рецептов бюджетных ужинов. Очень ленивых, простых, вкусных, сытных. Но главное, все эти рецепты не ударят по вашему кошельку. Начать предлагаю с рыбки. А чтобы это все у нас было дешево, то лучше всего взять ментай. Рыба недорогая, при этом довольно вкусная. Как сделать с ней классный ужин, сейчас расскажу. Нарезаем ментай. На три порции хватит пары рыб. Каждый кусочек обмакиваем в муку. Мелко режем головку лука. Натираем одну морковь. В сковороду или чашу мультиварки наливаем немного растительного масла и обжариваем кусочки рыбы с двух сторон. Добавляем нарезанные овощи. Солим, перчим, подливаем чуть-чуть воды, буквально 40 миллилитров. Тушим около 15 минут, чтобы овощи стали мягкими, а рыба полностью приготовилась. Ужин получается легкий, а рыбка нежная и ароматная. По вашим комментариям я знаю, что очень многие зрители часто ломают голову, чтобы такого приготовить. Что можно сделать на завтрак, на ужин, чем накормить ребенка, что подать на праздничный стол. Да я и сама периодически думаю, а вот чтобы еще такого снять, чтобы это было и полезно для вас, и при этом лениво. Для поиска идей и вдохновения я частенько захожу в приложение food.ru. Скачала его на телефон, приложение есть и для андроида, и для iOS. При этом оно совершенно бесплатное. Так что, почему бы не пользоваться, раз денег за это не требуют. Тем более, что рецептов в этом приложении собрано... Готовить не переготовить. На food.ru тысячи рецептов с пошаговыми фото и инструкциями. Есть удобный поиск рецептов по ингредиентам. Допустим, лежит у вас в холодильнике капуста. Не знаете, куда ее пристроить. Вели в поиске капусту и, пожалуйста, куча вариантов. А еще есть калькулятор порций. Так что, можно указать, на какое количество человек хотите приготовить блюдо. И программа автоматически пересчитает нужное количество ингредиентов. Можно прямо тут составлять список продуктов для похода в магазин или заказывать продукты для рецепта через приложение. Есть раздел «Кулинарная академия» food.ru, в котором собраны видеоуроки от лучших шеф-поваров. Кроме того, вы можете сами ощутить себя в роли кулинарного блогера, выкладывая собственные рецепты. На food.ru можно зайти из компьютера, как на самый обычный сайт. А можно скачать на телефон, чтобы тысячи рецептов всегда были под рукой. Ссылки на сайт и на мобильное приложение я оставлю в описании под видео. А еще я знаю, что вы очень любите рецепты с картошечкой. Я предлагаю сделать очень-очень классную такую запеканку с картошкой и кое-чем еще. Нарезаем полкило картофеля на средние по размеру кусочки. Режем штук 5 сосисок. Это примерно 200 грамм. Можно взять обычные молочные сосиски, можно с ароматом копченостей. Получится еще вкуснее. Нарезаем один сладкий перец. Если хотите, помимо него можно добавить еще немного острого перчика для пикантности. Солим. Можно добавить сушеную паприку, сушеный молотый чеснок и смесь перцев. Заправляем парой столовых ложек майонеза и перемешиваем. Форму для запекания смазываем растительным маслом и выкладываем овощи сосисками. Запекаем около 40 минут до готовности картофеля. По желанию, можно натереть немного сыра, где-то грамм 50, и посыпать его за 5 минут до готовности. Получается вот такая классная картофельная запеканка. Она очень-очень сытная и вкусная. А еще у меня есть очень классный рецепт, когда хочется, наоборот, какой-нибудь не такой сытый, а легкий ужин. И причем без мяса, потому что я знаю, что кто-то постится, кто-то, в принципе, не ест мясо. Вот этот рецептик как раз для вас. Мелко нарезаем головку лука. Режем одну морковь. И еще понадобится половина кабачка. Также его нарезаем на небольшие кусочки. Режем один сладкий перец, ставим сковородку на огонь и обжариваем овощи минут 7, чтобы они слегка подрумянились. Добавляем полстакана промытого риса, вливаем воду, так, чтобы она полностью покрывала рис. Солим, перчим и тушим на умеренном огне под крышкой минут 20-25, пока рис полностью не впитает воду и не приготовится. Рис получается рассыпчатый, при этом блюдо достаточно легкое. А следующий рецепт, он не только бюджетный и вкусный, но еще и невероятно полезный. Нам понадобится печень. Убираем у нее пленку и нарезаем на куски. Всего печени можно взять где-то грамм 300-400. Каждый кусочек обмакиваем в муку. Луковицу режем полукольцами. На сковороде сперва обжариваем лук минуты 3-4. Добавляем печень, несколько ложек сметаны. Сметаны нужно где-то грамм 60. Подливаем 50 миллилитров воды, солим, перчим, перемешали и тушим под крышкой минут 15 до готовности печени. Печень получается очень нежной, мягкой, с приятным сливочным вкусом. Вот такие получились рецепты. Напишите, понравились вам они или нет, что будете из этого готовить. А у меня на этом все. Большое спасибо, что посмотрели видео. Хорошего вам настроения. Настроения. Хорошего настроения и всем пока.